Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре про ранний понедельник, который посвящен ночевым фундаментальным событиям прошлой недели. Традиционно мы разбираем только самые важные из них, поскольку только такие, собственно, и определяют самые интересные движения. Собственно, сценарий вебинара остается неизменным. Это событие прошлой недели. Далее мы переходим к тому, что у нас на повестке, а текущих пяти полноценных торговых сессий. Заключительным слайдом каждый раз я стараюсь обозначить те инвестиционные идеи, которые имеют очень высокие шансы на реализацию, причетом опять для того, что мы с вами отыдаем по повестке. Я думаю, что те, кто из вас интересуются фундаментом и таковых большинство, безусловно, вы уже наверняка обратили внимание на те отчеты, которые впереди, и смогли выделить для себя, скажем, самые стоящие из них. Я сразу хочу отметить, друзья, то, что лично делаю самый большой упор и акцент на предстоящие данные по инфляции. Потому что это как раз тот самый релиз, который может повлиять на позицию американского регулятора относительно процентных остаток. Тем более, что мы знаем, даже в теории, это, безусловно, тот отчет, который влияет на темпы нормализации неизвестной политики. Но еще есть такая субъективная оценка со ссылкой уже на Берону Пауэлла, который возглавляет американский регулятор, о том, что для него показатель рост заработных вклад, показатель инфляции, пожалуй, это основной ретир для того, чтобы лично он выступал за, возможно, более агрессивные темпы повышения ставок. Поэтому, учитывая, что Джером Пауэлл возглавляет американский регулятор, я думаю, что мы будем анализировать отчет плоскости того, что это, в принципе, в случае выхода хороших данных повысит вероятность ростопроцентных ставок. Ну, а в другой пост, мы будем интерпретировать сильные данные, поскольку Джером Пауэлл будет лично лоббировать идею того, что темпы повышения ставок должны быть более высокие. Поэтому в среду, пожалуй, я дам этому подсчет максимальный уровень. То есть, по оценке звезды я чувствую, что это максимальный уровень. Поскольку речь идет о долларе, безусловно, то, что произойдет с американцем, скажется на поведение прочих финансовых инструментов. Не нужно расстраиваться, то, что на повестке недели не так уж и много отчетов. Я вас уверяю, рынок будет готовиться к этой статистике по инфляции, рынок будет еще какое-то время резонировать. Поэтому волатильность сохранится на высоких значениях. Вы это прекрасно видите сейчас, судя по котировкам, по движению инструментов. Потому что понедельник у нас традиционный день спокойный, но сегодня мы видим то, что не совсем обычный, а понедельник. Да, постпраздничный, но... Конечно же, санкционировать... ...сторитных барьеров, потому что в Китае это все провоцирует подмолистские... ...кажется, хочется... ...рынок, вы видите, что... ...что происходит с рублем. Мы сделали нашу цель. ...довольно быстро. Я признаюсь, не ожидал, что так быстро нам удастся... ...выносим 60, но в итоге... ...эскалация геопатической напряженности. Новый виток санкций в адрес российского бизнеса, физических лиц, миллиардеров, которые контролируют жизненно важные предприятия России. И еще штаты нашли доказательства того, что Сирия применила химическое оружие под Дамаском. И если мы попробуем раскрутить эту тему, то поймем, что режим... ...собственно, АСАДы поддерживает, пожалуй, только российский. Потому что РТС, собственно, бенчмак российской фонды, снижается гораздо быстрее чем МВБ. Я хочу отметить, что здесь логика очень простая. РТС — это экспортная... ...точнее, компания, ориентированная на внутренний спрос. МВБ — это экспортно-ориентированные компании. И, соответственно, если мы увяжем сейчас текущую динамику с тем, что происходит с рублем, то поймем, что, конечно же, девальвация курса российского валюта, прежде всего, бьет по костяку РТС, то есть по компаниям, которые завязаны на телекоммуникациях, на наручном ритейле и банковском секторе. МВБ теряет в меньшей степени, потому что компании, которые входят в этот индекс, на проте по девальвации рубля выигрывают. Почему? Потому что это экспортно-ориентированные компании. И, конечно же, у них есть большие долларовые депозиты. Соответственно, при ослаблении рубля элементарная обычная переоценка долларовых вкладов позволяет говорить о более высоких показателях капитала, скажем, резервах этих компаний, и позволяет акционерам рассчитывать на более высокие показатели доходности. Тоже, мне кажется, логика более чем понятная и ясная. Нам важно сейчас понимать то, что рубль, да, эту цель все-таки, и хочется верить в голову. Мы не в конечном счете будем с 2014 года, когда вследствие была была все помните эти времена, когда российские экономики и прочие исключительные цели. Сейчас ситуация, признаю друзья, гораздо хуже, потому что раньше, в 2014 году, мы действительно могли найти конкретную причину того, что происходило. Это были низкие цены на них. Сейчас котировки высоко, сейчас котировки не конечные. Мы ставим на то, что 70 долларов за баррель. Мы даже при таких высоких ценах на них не можем охарактеризовать состояние российской экономики, как хорошее. И если будем совсем глубоко пропасть, в конечном счете, придем к выводам и пониманию, что экономическая конвентура уже давно рассыпалась, и ситуация уже некуда, потому что в России было два мощных резерва. Это резервный фонд и фонд национального благосостояния. От резервного фонда ничего не осталось, фонд национального благосостояния, поскольку раньше не мог расходоваться на покрытие дефицита бюджета, сейчас практически упразднен, вместо него другой фонд, который теперь может выполнять эту задачу. То есть, бюджет будет плотать за счет этого фонда, в конечном счете от него ничего не останется. И если еще случится так, что реализуется наш медвежий сценарий под нефть, и котировки просыпятся ниже 60 долларов за баррель, потом будет и полтинника, но здесь я не хочу даже ванговать, в плане того, что будет, но думаю, даже поверхностные выводы могут оказаться с одной стороны крайне негативными, но даже при всей вот этой негативности они будут оптимистичными. На самом деле все будет хуже и неизвестно, к чему это приведет. Поэтому, друзья, по рублю давайте будем рады, что сделали цель 60. Но будем надеяться на то, что ситуация стабилизируется, ситуацию пытаться взять контроль, и мы, конечно, не будем ждать повторения 2014 года. Ну, ладно, немножко отвлеклись, давайте теперь мы перейдем к неделе минувшей. Сразу хочу отметить то, что после пасхальных праздников, которые, в принципе, продолжаются сейчас, в последний день, и все это будет уже в истории. Прошлая неделя была открыта тоже довольно активно, можно просто характеризовать динамику американского фондового рынка, потому что мы сортовали апрель, то есть второй квартал 2018 года, и для американского фондового рынка то, как было у многих квартал, стало худшим значением со времен Великой Депрессии, то есть 1929 года. И то, что произошло с американским фондовым рынком, я в принципе охарактеризовал заранее, как то, что было ожидать. Да, может быть темпы мы не совсем такие планировали видеть, но то, что американская фонда должна давление, это было ясно еще до того, как Трамп решил объявить войну всей мировой экономике торговую, безусловно, не нужно делать неправильных выводов, это было ясно еще тогда, когда на рынке первые стали активно обсуждать идею дефицита долларов ликвидности. Здесь ноги растут и в ФРС, который сокращает баланс, здесь причины кроются еще и в высоких рекордных показателях размещения Минфином, облигации, которые, как вы знаете, за только последние два с половиной месяца эти размещения превысили 300 миллиардов долларов. я даже не припомню, когда были такие катастрофические на мой взгляд показатели заимствованные средства. Это то, что доказывает, насколько эффективен реквит, отчетные друзья. Да, у нас было вчера, под конец недели, на прошлой неделе, улучшение новостного фона в связи с тем, что на рынке появились сообщения США и Китай готовы сесть за стол по переговорам. Но сегодня мы работаем уже опять с другим фоном, то, что США продолжают кинуть свою агрессивную линию и расширяют перечень товаров, наименование товаров китайского производства, на которые распространяются собственно тарифные барьеры в виде 25% поэтому мы снова идем идей и и поэтому, друзья, если продавать в костях ключевых американских компаний делаем мы сейчас. Ну, по крайней мере, я, как ответил несколько тысяч пунктов, мы еще не добрались до этого уровня, но думаю, что в этом классе цель будет сделана. Только после того, как мы коснемся, в этом случае можно будет смотреть возможность того, чтобы купить американский рынок по факту его перетонности, а может быть и нет, но будем принимать решение при тестировании этой планки и с оценкой того фундамента, который сложится на рынке в тот момент, когда эти уровни, собственно, будут там достигнуты. поскольку речь идет по-прежнему о высокой вероятности все-таки развития и усиления торгового противостояния, мы, конечно же, изначально должны подразумевать, что пока на рынке будут обсуждать эту тему, значит, будет куда более высокий спрос на те активы, которые относятся к категории защиты. Их много, хотя не так уж и много, это японская валюта, это франк, это рынок долговых бумаг, облигации, особую ставку всегда делаем на казначейске облигации американские долговые бумаги, и речь еще идет о драгоценных металлах. В принципе, каждый раз, когда на рынке возникает какое-то экономическое потрясение, либо серьезные геополитические события и риск, эти инструменты, конечно же, растут. И вот мы видели, что на прошлой неделе, первой неделе, спрос был как раз именно на японскую валюту, а доллар потерял. Поэтому были сфиксированы минимум 105.65. И сегодня, обратите внимание, мы с вами говорим об очередной эскалации, напряженности, и снова говорим о том, что спрос должен быть на японскую валюту. Посмотрите сейчас на котировки доллара и японской иены, в том, что действительно иена сейчас выглядит более интересно, чем доллар. Основным событием вторника и, в принципе, это событие, по сути, открыло вторую торговую сессию прошлой недели, это заседание Банка Австралии, где принималось решение о процентной ставке. Собственно, ставку оставили на 1,5% и проезд на этот период рост до 7,7%. Но, сразу хочу отметить, что по тезисам, что у нас было интересного. По тезисам было обозначено несколько рисков, с которыми сталкивается, собственно, по тезисам экономики. Это риски непредсказуемых торговых действий, это все, опять же, тема, которая выходит и бросая тени США в плане их агрессивности. Второй риск, который довольно-таки важен в плане его акцента и анонса, это снижение цены завара. Вы знаете, что политическая экономика это еще одна экспортно-ориентированная страна. Поэтому, когда снижается цена на уголь, когда снижается цена на железную руду, мы тут же можем посмотреть на курсы австралийцев, и там будут абсолютно коррекционные показатели. То есть, поседает стоимость железной руды влаги австралийцев, и наоборот. Сейчас сырьевые инструменты, безусловно, находятся в стадии коррекции, но я думаю, что эта стадия коррекции может перерасти в нечто большее, например, в словом трендового движения, развороты, и дальнейшее развитие недвижего ралли. Почему? Потому что мы с вами только что говорили про риски, которые имеют для глобальной экономики до темпу экономического роста, мирового экономического роста. И каждый раз, когда эта тематика будет подниматься, вы должны осознавать, что чем больше этот риск будут обсуждать, тем, действительно, скорее всего, он будет базироваться на каких-то объективных основаниях, потому что просто так такую тему не ставили. Ну что, если мировая экономика все-таки покажет такие темпы роста, которые мы планировали видеть еще в конце прошлого года, планируя то, каким будет 2018 год, исходя из прогноза международного фонда. А сейчас получается, что на самом деле это может быть гораздо хуже. И, соответственно, если будут снижаться темпы роста мировой экономики, очень сильно просядет спрос на винтианку, очень сильно просядет спрос именно только сериевые активы. Вот тоже простая логика, почему большинство сериевых инструментов в принципе находится в стадии, где сейчас коррекция, которая может придасти в нечто большее. И третий фактор это сокращение ликвидности, долларовые болезни для развивающихся рынков в момент это тоже негатив потенциально для австралийцев, для развиванцев, да и для прочих кризисовых активов. Потому что на фоне кризиса долларовой ликвидности вы понимаете, что будет с курсом доллара. То есть, если есть нужда в американце, но нет на рынке доллара, конечно же, курс будет становиться на роде. Как и ожидалось, австралиец поначалу, может быть, не совсем ту динамику, на которую мы настраивались. То есть, немного вырос, но это, опять же, тривиальная практика. Мы по австралии увидим, что рынок не совсем, сразу нелогично отыгрывает новостной фонд, который мог бы, по идее, стать коррекционным. Но потом таки логика начинает ревнировать с 0,77 до 0,75. И сегодня, друзья, я снова рекомендую вам рассматривать эту валютную пару только в связи в течение продаж. Очень интересно смотрелась пара доллар-канадец, которая опросила на 130 пунктов до отметки 1,2780. При этом, если сейчас попытаться объяснить то, что происходило с канадцем, ну, особо, наверное, просто это не сделать. Потому что, как таковых отчетов у нас не было, как таковых комментариев важных со стороны, собственно, Полоза, со стороны Каролины Вилкинского и семьи канадцев тоже не было. Но я все-таки стараюсь держать руку на пульсе и хочу, чтобы вы тоже были в курсе все, что происходит. Если на рынке были такие движения, их нужно объяснить. И вот максимум, что я нашел, друзья, так это то, что в Канаде как раз, вот, если приручить с начала прошлой недели, были сделаны официальные заявления, даже не буду сейчас браться за подтверждение какого-то источника, но эти заявления были формата предстоящих переговоров по НАФТу и, как и всегда, полный организм. То, что Канада сможет найти общий язык с США, непосредственно с Трампом, сможет выторговать пусть новое соглашение НАТО, Северо-Американского торгового альянса, но соглашение, которое будет базироваться на принципах справедливости и взаимоуважения. Вот этот бред экономический, который многим по-прежнему нравится и многие в него соглашение США не будет принимать решение по новому северо-Американскому торговому альянсу на принципах равенства и справедливости. США будут отстаивать свои интересы. Я, друзья, в связи с этим предложил вам еще больше месяца назад не верить в эти байки того, что какие-то военности будут. соглашение будет, конечно, потому что США в нем тоже заинтересованы, но это соглашение будет исключительно отстаивающей и лоббирующей интересы. Только американские производители, канадцы, серьезно проиграют. И как только это станет известно, как только это соглашение дает до нас в виде тезисов, в виде, можно сказать, документа, мы поймем с какими рисками изначально был сопряжен трейдинг канадцам. И я надеюсь, друзья, то, что в этот момент вы будете в хорошем курсе вовремя финансов. Статистикой также можно было выделить данные по активности производственного сектора Англии. Собственно, на прошлой неделе мы с вами разбирали сразу три ключевых сектора производства, строительства и сферы устов. Каждый из этих отсчетов по-своему влиял на курс но в целом у нас были качели неделю, мы с отметкой 1.41 снижались до отметки 1.40, потом снова отрастали. Сейчас, кстати, фунт активно растет, потому что доллар снижается. И, ладно, доллар японское мы теряем, но мы компенсируем это снижение даже в двойном валенте, потому что там движение идет более интенсивное. поэтому по-британски я лишь напоминаю, друзья, то, что у нас была пара будет расти, и следующая цель 1.43, 1.45, эти цели по-прежнему актуальны. Ну, что касается статистики по отчету производственной активности, 55,1 просто 155. На засыпку указывает вопрос, что указывает, на что указывает рекомендация, какие выводы можно сделать. Ну, самый простой вывод, что на фоне прогресса в производственном секторе вероятность того, что банк Англии вернется к вопросу заточения монетарной политики, в результате ставок с большей заинтересованностью и с большей фундаментальной обоснованностью. Позвольте, такое выражение использовать для своей позиции. Я не сомневаюсь, что в мае мы с вами увидим это решение. Опять же, важно, чтобы к мае вы были в правильном направлении, важно, чтобы к мае вы уже заработали по фунту, но думаю, что пара фунт-доллар обречена на то, чтобы закатиться выше отметки 1.45. И, соответственно, этот весь окопит, и это все мы с вами, конечно же, поймаем и используем. Кассировки нефти начали в прошлую неделю вблизи 70 долларов за баррель, тоже, можно сказать, на мажорной ноте открыли по спальнюю неделю. Но, в целом, скрепить результат не далось. Даже уже к концу торговой сессии понедельника мы просели, и бренд провалился до двухнедельного минимума. Собственно, не сильно помогли данные от американского института нефти. Мы анализировали статистику, собственно, сфиксировали в очередной раз то, что по данному американскому институту запасы снизились на 3,2 миллиона против прошлого показателя роста на 5,3 миллиона. Также нефтьянка просела. Почему? Потому что мы продолжали обсуждать перспективы эскалации геополитической напряженности, и снова мы возвращаемся к теме того, что произойдет с мировой экономикой, если ведущие экспортеры и ведущие экспортеры не договорятся. Не знаю, друзья, что произойдет, но явно мировая экономика не выиграет, и явно негативный, скажем, исход данного такого же негативного сценария не будет способствовать более высоким темпам потребления негативным. Также хочу отметить, что было неприятное сообщение для покупателей, что и Россия уже в меньшей степени исполняется не долговое обязательство, а не долговое обязательство по нерогическому факту. То есть отчет прошлого месяца, снова сравнение с лимитом, который был утвержден в рамках содружества страны АПЕХ плюс глобального соглашения по снижению объемов добычи нефти. И в России своя цифра была нарушена. Россия привела нефти в прошлом месяце больше. Я почему-то не удивлен поэтому более того хочу сказать, друзья, что здесь вдруг вступает элементарный прагматизм, когда страна, испытывающая очевидные проблемы с ликвидностью, имеет только один источник дохода. Это реализация по более высоким ценам единственный важный, дорогой, значимый ресурс. это нефть. И когда возникает потребность в деньгах, конечно же, мало кто думает о сковывающих обязательствах и так далее, потому что на кону стабильность всей экономии. и на кону можно как-то высокопарно объяснить, что Россия не будет больше соблюдать добычу, тем, что Россия защищает национальный интерес и исходит только из их соображения. В этом включаю согласие с тем, что производства нефти нужно отнимать. Но только вы, если покупаете нефти, должны быть уверены в том, что без России нефти, и политического факта не будет. Поэтому мы на грани того, что эта сделка на личном счете сойдет на нет. Возможно, даже в июне уже будут первые звонки тревожные, что пролонгации не будет на 2019 год и так далее. Но я надеюсь, что и без России на рынке нефти найдется достаточно факторов, которые мы будем использовать, чтобы нефть подавать. И, пожалуй, мы можем сразу перевести внимание на официальные данные от администрации информации 4,6 миллиона. Запасы снизились. Это все следствие обоюдного эффекта в виде более высоких показателей загрузки и более низких показателей интелл. Соответственно, запасы снизились. и блок с ними нас больше интересует то, сколько нефти было добыто. На мой взгляд, это куда важнее. Производство нефти на прошлом деле выросло на 27 тысяч. То есть, оно остается максимум 10,46. Другими словами, показатель вновь на абсолютных значениях. А значит, США стали на еще один довольно немаленький шаг ближе к тому, чтобы, собственно, примерить себе роль ведущего производителя нефти в мире. Вот это, друзья, фактор, новостной повод, основание фундаментальное, которое оставило во главу всего торговой нефтианкой. То есть, роста производства нефти. Лично для меня достаточно, чтобы продавать нефтианку. Уверить то, что уровни цены будут все ниже. Надеюсь, то, что для вас, собственно, этого подхода также более чем достаточно и как аргумент той, которую вы также используете. Дальше идем. Это снова статистика у нас по Англии, собственно, отсчет, который был опубликован уже по характеризованию строительных секторов Англии. В частности, вы сейчас видите на слайд-экранах то, что мы наблюдали по факту цифр, в частности, 47 пунктов показатель из 50 на У4. Конечно, затяжное снижение и все. Если мы пробили с вами планку 50, это сигнал того, что сектор оказался в таком пикирующем состоянии, нужно что-то делать. в том, что анализировать строительство, если у нас есть проблемы, значит, эти проблемы в конечном счете касаются низких значений активности потребителей. Если у нас проблемы с активностью потребителей, значит, у нас проблемы в большинстве случаев, это действительно так, для разных стран, с инфляцией. И действительно, Англия – это высокие значения инфляции, гиперинфляция, конечно же, в кавычках слово «гиперинфляция», потому что под гиперинфляцией подразумеваются цифры двузначные, сейчас в Англии, конечно же, не так. Но в Англии все равно показать инфляции на 50% выше нормы определенной неустановленного ориентировки в 2%. Инфляция сейчас составляет чуть ниже всего процента. Это много. Это выше, чем приросты заработных плат, то есть рост доходов национальных домохозяйств. И от этого, лично у меня не возникает вопросов, почему с вторыми так все плохо. Я лишь уверен в том, что статистику, которую мы сейчас с вами разбираем, ее можно интерпретировать с разной стороной в конечном счете, выводом будет сделать один. Если у нас хорошая статистика, это повод для того, чтобы банк Англии не временил и действительно повод на ставку, когда до этого есть условия. с другой стороны, если статистика плохая, все равно вывод будет тот же, то есть ставку нужно получать. Потому что, для того, чтобы исправить ситуацию, то есть улучшить показатели активности домохозяйств, нужно простимулировать рост зарплаты и снизить уровень инфляции. а самый лучший инструмент для борьбы за высокую инфляцию, это высокий процентный ставок. Тоже у экономики очевидно, не прослеживается. Европейская валюта в большую часть недели снижается. Я надеюсь, что и на этой неделе мы вернемся к этой тенденции, потому что все эти причины, которые толкали евро вниз, они по-прежнему актуальны. Я думаю, что даже значимость их подрастает с каждой недели и надеюсь, что вы понимаете эти причины. Ну, помимо того, что мы анализировали данные о инфляции на последней неделе, напомню, что базовое значение инфляции оказалось на скромном значении в одну единицу, то есть базовая инфляция, которая не учитывает волатильные показатели, то есть цены на энергоносители на продовольствие товара, остается на очень низких значениях, без наличия устойчивых инфляционных ожиданий роста этого индикатора, европейский центральный банк не будет ничего делать с монетарной политикой. Я повторяю это из месяцев в месяц, и не только потому что мне хочется ól quem не привлечивать и мне нравится строить людей на основании этого фунда Audreyдарно не дает нам возможности говорить о нечто о другом. Не дает нам возможности спекулировать о темпах, возможно, в ближайшее время способных возрасте относительно улучшения политики. Конечно же, Европейский Центральный Банк не будет ни повышать ставки, ни, скорее всего, не сокращать программу количественного свечения. Если властные правила мои выводы, мои аргументы, тогда, дорогим, я вам помочь очень скоро. Мы снова будем постоять за его пресс-конференцией и 110% вероятности того, что Драги снова коснется того, что ИСМР готов отказаться от беспациентных стимулов, от динамической политики, но только тогда, когда инфляция приблизится к цели, 2%. А пока инфляция остается сдержанной, тогда и нет смысла менять и корректировать что-то с ключевыми индикаторами политики монетарной, которые используются сейчас. Это программа QE и низкие процентные ставки. Дальше у нас по отчетам, которые притопили еще больше евро и поддержали фокус доллара. Это была фактистика от EWP. Традиционная репетиция перед фармферл с 241 тысячи новых рабочих мест против фармферл за 205 тысяч. Индекс активности ИСМР в сфере УСБУК тоже по штатам 58,8 против прошлого 59,5. Ну, здесь вы видите, что на самом деле показатель хуже, чем месяц назад. Но напоминаю, что если цифры выходят выше 50, это все равно большой позитив. Это значит, что сектор восстанавливается. А насколько он выше 50, не имеет ровным счетом никакого значения. Сфера услуг является большим показателем, может быть, большой долей для все-экономического восстановления. Поэтому, чем выше выходят данные по активности в сфере услуг, тем больше уверенности в том, что экономический рост покажет более интересный показатель. Еще, кстати, одна причина, по которой мы видели активизацию покупок американцев, в частности, доллар-японской иены выполнен Тараслав и практический образ распределение 108 иен. Это небольшое смягчение продолжительное. Геополитическая напряженность это касательно тематики США и Китая, потому что Трампу и его главному торговому советнику Ларри Кудву удалось успокоить общественность комментариями о том, что США и Китай находятся в стадии переговоров, но не в том случае не торговой конфронтации. США готовы отказаться от решений, которые предполагали рост тарифов, если Китай пойдет на встречу, на определенные уступки, и если Китай и те премии, которые это конечно же тот фонд, который было приятно отыгрывать, потому что мы смогли сфокусироваться на статистике. Мы начали покупать доллары и топить рисковые институты, мы начали зарабатывать. Но никто не знал, друзья, что Трамп, когда мы с вами снова перекладывали свои депозиты в доллары, вынашивали идею того, что отдать я под конец недели снова затем на рынок идею, которая может сплоцировать еще больше роста напряженности. Как вы знаете, в идее была стоящего порядка. Трамп в четверг сообщил о том, что отдал распоряжение торгового палаца, чтобы те посмотрели возможность расширения списка наименований товаров, отношение которых будет действовать новый импортный тариф. То есть о сумме, о цифре в долларах в валите этих барьеров 50 миллиардов долларов, а сейчас вечно уже о 100 миллиардов долларов. Китай, может быть, пойдет на ответные шаги, которые, как вы знаете, мы помним, там, что он говорил, Китай, по масштабам будут сопоставимы с тем, что сейчас используется против китайской страны США. Но все-таки я признаю, что Трамп является крайне инкульсивным в городе. Но я все-таки верю в здравомыслие и благоразумие Китая. И продолжаю настаивать на том, что они не позволят, чтобы ситуация вышла под контроль. И в конечном счете будут оставаться таким стабилизирующим нераборцем. Вот наше хорошее как раз слово очень похоже к тому, что сейчас и происходит. Соответственно, в конечном счете отсутствие радикальной позиции встречных контрмер со стороны Китая и возможно дополнительный акцент на то, что Китай, который селезет на стол переговоров, ну, позволит оживить грех голову. Вот на это я очень сильно рассчитываю, потому что я лишь хочу еще раз отметить, что если бы у нас не было обострения геополитической организованности в конце прошлой неделе долго, давно бы котировался в репорт иены выше 108, даже еще бы. Потому что та статистика, которую мы с вами разбирали по рынку труда, собственно, в пятницу, это количество новых рабочих мер, динамика роста заработных плат. Это статистика, которая создает очень хорошие условия для роста повседора. Почему? Потому что рост зарплат отражает как раз тот факт, что занятость увеличивается, работодатель конкурирует за равную кофе в силу и испытывает дефицит из-за практически максимальной достигнутой занятости, а 4,1% по уровню безработицы, мне кажется, случилось максимальное занятости уже практически достигнута. 4,1% это максимум, точнее, минимальный показатель безработицы с 2000 года, и мы держимся на этом уровне довольно-недавно. зарплаты растут, потребители будут больше тратить, чем больше они будут тратить, тем больше будет быстрее расти инфляция. Чем быстрее будет расти инфляция, тем более увереннее будут представители пресс, для целого есть пресс и личный шноуфайл, в том числе, ставки нужно повышать, потому что повышение процентной ставки это гарант товарской экономики, удастся утречь от перегрева, и удастся сохранить прежние показатели восстановления и улучшения ситуации на рынке труда, и так далее. В общем, это замкнутый круг, друзья, он действительно работает. То есть, если у нас где-то проседает в этом круге тот один сектор, мы не изучаем, скажем, в других областях у нас меняется центр тяжести, и в итоге этот настощенный клубка уже темп. Поэтому ясно, мы, как и раньше, должны обращать внимание на ходу, спасибо, она удовлетворена наше самое смелое ожидание. Статья сарства оплаты будет снифляться в следующем следу. с вами вернемся к идее трех повышения процентов до конца года. Поэтому, несмотря на то, что сейчас доллар теряет, давайте рассчитывать на вброс позитива на рынок, и этот вброс позитива может произойти через секунду, может, уже случилось пока я ввел вебинар, может, произойти завтра, в течение недели. Но я уверен, что торговая война не перерастет в том, чтобы ее можно было вызывать полноценную торговую войну. И я уверен в том, что все, что происходит сейчас, это крайне агрессивное, но, как показывает историческая, опытная практика, это один из самых результативных способов введения переговоров, который сейчас взял за основу того, что делается рано. И если посмотреть, как обстоят дела с отдельными регионами уже по торговому соглашению, он достиг большого прогресса. Это, например, в отношениях с Южной Кореей, это отношения с Канадой, Канадбокса, с мистикой и еще это государство, в которых были направлены первые импортные тарифы, полностью на стали алюминиевыми. То есть припугнул, разумеется, стороны напряглись, в которых были направлены в действие и осознали, что лучше договариваться, лучше дать США то, что они хотят, потому что в этом случае удастся сохранить связи, отношения со Соединенными Штатами Америки, которые остаются ключевым потребителем больше, чем они потреблять товар, а поделить государство очень никто не будет. И здесь вопрос либо потерять все, либо потерять, скажем, 70%, а 30% сохранить. Я думаю, вот этой логикой ты будешь в ближайшем руководствоваться Канада и те иностранные являются частью Семьянского торгового альянса. Даже несмотря на статистику, друзья, которые я вам сказал, сейчас доллар не смог вырасти, потому что из-за Трампа и за его поручения расширить количество наигнований товаров, которые действуют в интернет-плошной, рынок снова вынужденно, собственно, логично и оправданно напрягся, испугался, и это привело к полученному спросу на защитные инструменты. Но я надеюсь, ситуация изменится. По основным событиям, собственно, текущей недели сразу предлагаю на свету, потому что мы ждем данные по институту цены, и не буду повторять, друзья, мы ждем прогресса, мы ждем улучшения ситуации, потому что у нас 5-й хороших данных зарплат, у нас вышли хорошие показатели по активности производственного сектора и в сфере услуг. разве это не сигнал того, что института вырастет. И если индекс-фатаминский цен вырастет, друзья, даже не дожидая следующего выступления Герому Пауэлла, следующего заседания ПРС, можно будет заранее спекулировать на том, что политика американского регулятора будет более жесткой, более агрессивной. И стоит только доллару избавиться от этого наследия геополитической угрозы, саватийного риска в виде непонятных и непределенных отношений США в Китае, как на рынке будут созданы услуги для того, чтобы доллар и японская иена продолжили расти. Услав выше 108, уже предавало у нас 110 кое-что американца. А рост доллара, конечно же, стал бы причиной ваших инструментов. Все, кроме британцев, потому что по фунту мы, как и всегда, в ожидании прогресса по Брэкзиту и майского заседания в Банк Англии где 1% старт. В четверг классический отчет по заявкам на пособие по разработке и сведения о заседании европейского Санкт-Петербанка. Но без конференции дороги, поэтому нас особо не интересует. И в пятницу мичиганский индекс, кстати, он находится на максимуме в последние 13-14 лет. Вещь того, что потребители верят, что эта индикатор улучшает при получать больше и, соответственно, они будут с этим тратить. То есть мичиганский индекс это чуть ли не индикатор, опережающий будущих показателей ВВП. Поэтому я рекомендую обратить на него внимание побольше и на основании того, какие цифры будут, собственно, уже пытаться понять, насколько сильна выраст ожиданий в рот. Мы должны оценивать этот фундамент, чтобы делать выводы, чтобы корректировать инвестиционные идеи, либо обозначать новые, либо отказываться от старых. Лишь напоминаю вам что как я быть в курсе всего происходящего, через 30 подключаетесь к прямому эфиру, я взял на себя давно обязательства, чтобы держать вас в курсе самого интересного и вот много лет уже с этим обязательством поработаю, надеюсь, что мне удается выполнить, как обещать. И еще один отчет, это бейки количества терминалов, у нас, кстати, в прошлой неделе плюс 10 единиц, прирост 808 уже, движемся на новый юбилейный цифр, 850, может быть, достигнем до конца второго полугодия, точнее, первого полугодия, то есть, второго класса 2018 года, при количестве терминалов 850, я думаю, что штаток будет добываться чуть ли не подальше миллионов марлей в суд имеется. То есть, это уже угроза и серьезные претензии на то, чтобы обладать Россию по общему свободу, добыче. Друзья, ну и, конечно же, заключительный слайд, это инвестиционные идеи на неделю, евро-доллар, фунт-доллар, американец против хенов, пролист, названец канализ против доллара и зо, то есть, можете ориентироваться на эти цели, на уровни, чтобы разнообразить в вашей торговой активности, можете поставить с вашим также видом на основании средней мишени. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, вы всегда их можете задавать в нашем канале на YouTube с вашим удовольствием отвечаю. Спасибо тем, кто присоединяется к обсуждению, делится со своим наблюдением, высказывает свое предпоследование. Это очень приятно. Друзья, это говорит о том, трейдерское сообщество обмакивается. Это не только губы, которые упитывают еще и люди, которые делятся своими зрителями, наблюдениями. Я прислушиваюсь к многим из вас, друзья, потому что знаю, что некоторые обладают даже куда большим опытом в анализах финансовых рынков. И конструктивную третику я всегда воспринимаю довольно адекватно. В связи с этим принимаю сведения и стараюсь управляться. Если есть дополнительные пожелания и комментарии, я снова напоминаю, что вам достаточно просто зайти на канал на YouTube, каждый день открывает самый актуальный на текущую дату. Там есть информационное поле, точнее, область, где можно ставить комментарии. Пишите туда, я получаю уведомления, что есть комментарии, я отвечаю. В общем, работаю по такой сфере. Друзья, остаюсь пожелать вам хорошей, премьерной торговой недели. Соответственно, мы с вами завтра в 9.30 по-московскому времени, цели по основным валютным парам вы видите, но будем корректировать их по мере опять же на основном фон, если будет меняться. На этом, собственно, все. До свидания. Продолжение следует...